Наша кухня. Мы часто на ней бываем, мы любим на ней бывать. Сегодня мы разберем на примерах, чем является ваша кухня. Вашим другом или врагом. Мы разберем детально, а вы можете разобрать после этого на этом алгоритме свою кухню. И выяснить, помогает она вам быть в тонусе, собирать энергию, оставаться в хорошем настроении. Или ворует у вас время, силы, возрастной силуэт и отношения тех, кто наблюдает за вами на кухне. Давайте посмотрим на эту кухню. Холодильник. Чтобы подойти к нему, я могу сделать два варианта. Первый вариант. Удобно подойти и попробовать открыть. Но даже так этот холодильник не открывается. Требуется заметное усилие. Второй вариант. Как обычно, когда я занимаюсь чем-то, и мне надо из неудобного положения его открыть. Какой шанс у меня это сделать? Заметьте, с третьего или четвертого раза. Получается, вот эта ручка, расположенная здесь, она красивая, симметричная. Но она мой враг. Она меня напрягает. Но если бы она была здесь, насколько бы легче мне было бы ее открывать? Идем далее. Мне надо налить воды из фильтра. Это ручка удобная. Я беру стакан. Здесь тоже достаточно удобно. А теперь я пытаюсь налить воду. Открывать удобно. А наливать неудобно. Обратите внимание на мою шею и спину. Чувствуется, я напряжен, вогнут вовнутрь. Если внимательно посмотреть, то у меня не просто зажато все. У меня добавилось несколько лет возраста. Как вы думаете, сколько лет вот этому силуэту и сколько лет этому? Если вы женщина, а мужчина наблюдает за вами, пусть не специально, он просто фоном смотрит на вас. Ваш силуэт сейчас не фертилен. Вы за окном фертильности. Его рептильная зона мозга уже начинает чувствовать, что рядом с ним самка, которая неинтересна. Если это происходит день за днем, рано или поздно его инстинкт говорит, пора искать другую. Интересный поворот, правда? Получается, кухня может быть не только другом или врагом, а еще и разбивателем отношений. Мы идем дальше. Вытяжка до кухни. Я пытаюсь что-то готовить, а она бьет меня прям в нос. Насколько мне приятно, когда рядом с моим лицом что-то находится постоянно. А еще мне надо вот туда нагибаться. И опять я силуэт свой сжал. У меня сжатая грудь, сжатые плечи. А если вы вечером пришли после работы, уставшие, еще и сжимаетесь. Ну, такое себе. Получается, здесь вроде бы хорошо, а вот это? Чем руководствовался дизайнер, создавая такой комплект? Удобством человека, который будет на ней работать, или красотой? Красота отдельных предметов, конечно, интересна. Но взаимодействие человека с этими предметами, которому удобно, на мой взгляд, намного более важно. А ваша вытяжка на вашей кухне является вашим другом или врагом? Ложки. Чтобы их открыть из удобной позы, неудобно. Мне приходится немного нагибаться. А теперь внимательно посмотрите на мой силуэт. Вот и вот. Видна разница? Я открываю, и лезу еще, и вешаю на себя еще возраст и тяжесть. Получается, друг или враг? Посудомойка. Ну, вы поняли, они сговорились с холодильником. Признайтесь честно, ваша посудомойка находится наверху, в середине или внизу. И чтобы поставить туда тарелку, мне необходимо отвесить ей, государыне, поклону. А в какой позе я сейчас стою? Безусловно, если вы хотите понравиться мужчине, можно, конечно, прогнуться и одну ногу поставить вот так. Но, как показывает практика, все это происходит вот в таком состоянии. Тяжело мне или легко сейчас? И какой силуэт я создаю? В свое время я специально поставил посудомойку в другой своей квартире выше и работал, открывая ее вот здесь. Я не люблю грязную посуду, я сразу же поел и сразу складываю. Но вот складывать сюда для меня это наказание. Как-то раз я записал видео, как я ем. А потом камера не выключена осталась, и я посмотрел, как я ставлю посуду. У меня прямо при повороте головы было написано на лице такое нежелание идти, что-то делать, потому что тело помнит. Вот это враг. Холодильник. Враг. Посудомойка. Враг. Кран. Если бы он был вот здесь, было бы удобнее, но он вот там находится. Вытяжка. Враг. Уровень ручек. Вот здесь удобно, а вот здесь или вот здесь не совсем удобно. Для примера чайник. я могу это делать практически не глядя. Он стоит удобно для меня, я не сжимаюсь. Нажал и налил. Получается, друг-то у меня на кухне один. Чайник. Как вы думаете, а у вас на кухне больше друзей или врагов? Хотите узнать больше? Нажмите на ссылку. Вы получите описание, как правильно себя снять и как получить обратную связь, сколько у вас на кухне друзей, а сколько врагов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова